МАКСИМ ИВАНОВ В такой службе мальчик получил первый в своей жизни урок верховой езды и узнал, как управлять конем с характером и о том, как во время патрулирования парков всадники следят за общественным порядком. Особое внимание шумным компаниям и нетрезвым посетителям. В конце экскурсии Максим задал юным телезрителям вопрос. Как называется отгороженное помещение в конюшне, предназначенное для содержания лошадей без привязи? Первым правильно ответил Роман Дюльдин со своей младшей сестрой Машенькой. Они учатся в Самарском медико-техническом лицее. Роману 12 лет, обожает гулять, бегать, прыгать, заниматься спортом, увлекается рисованием. Моя самая главная мечта – стать успешным человеком в жизни и сделать много хороших поступков, чтобы меня запомнили как хорошего человека, на которого можно положиться. Его сестренка очень смышленная и любопытная. Она просто радуется каждой мелочи, например, мороженому или просмотру мультфильмов. В свои 7 лет она уже и сама снимает мультфильмы и занимается синхронным плаванием. Примерно я еще не знаю, кем я хочу стать. Ну, создавать игры, это точно. Я хочу создавать игры. В своем решении девочка уверена на все 100%. С собой на экскурсию они взяли лучшего друга Владимира Виноградова. Он как раз приехал в Самару на каникулы из Тюмени. Учится в президентском кадетском училище. Ему 11 лет. В свободное время собирает пазлы и мечтает учиться в Академии ФСБ. Мы как бы занимаемся, как в обычной школе, но у нас также идет военный компонент. И я выбрал это училище, поскольку после этого можно идти в другие училища военные и после этого идти в армию. Экскурсия в МРЭО началась с повторения правил дорожного движения. Школьники уверены, лишний раз послушать про поведение на дороге не помешает. Ребят заинтересовал вопрос, что же такое мигающий желтый светофор? Этот светофор служит для привлечения внимания водителей. Он обозначает опасные участки дороги. Как правило, устанавливается он в месте пешеходных переходов. Они работают на солнечных батареях. А если, например, человек едет на велосипеде, и где он, по идее, должен ехать? По проезжей части или по тротуару? Если человек управляет велосипедом, он может двигаться по проезжей части. Но при этом возраст велосипедист не должен быть менее 14 лет. Все вы знаете, что если для управления велосипедом или участия в дорожном движении в качестве пешехода нам не обязательно иметь водительское удостоверение, то есть какие-либо документы, то при управлении автомобилями или мотоциклами обязательно можно только при наличии водительского удостоверения. Повторив правила дорожного движения, школьники решили проверить свои знания. Перед вами теоретические тесты, которые сдают кандидата-водители. Перед тем, как получают водительское удостоверение. В 20 вопросах можно лишь ошибиться дважды. В случае неправильных ответов претендента отправляют на пересдачу. Время экзамена тоже не бесконечно. Оно ограничено 20 минутами. Вот вы видите здесь счетчик времени. Если вы в течение этого времени не уложились и не ответили на 20 вопросов, то экзамен автоматически считается не сданным. Это лишь часть экзамена. Есть еще практическая часть автодром и город. Когда все экзамены сданы, то водитель приходит сюда за водительским удостоверением. Мы находимся в подразделении ГИБДД, где осуществляется выдача водительских удостоверений. В это отделение обращаются граждане, которые меняют водительское удостоверение, у которых срок действия их истек. Например, прошло 10 лет. Либо же те, кто успешно сдали квалификационные экзамены и получили водительское удостоверение впервые после окончания учебного заведения. А сколько примерно времени занимает изготовление этих прав? Где-то в среднем 30-40 минут. Изготовление, сам процесс изготовления 10 минут. А если как бы ты потерял свои права и ты их не можешь найти, то тебе надо опять их пересдавать или как-то их устанавливать? Нет, не нужно. Достаточно к нам обратиться, иметь при себе только паспорт, оплатить госпошлину за выдачу водительское удостоверение и получить новое водительское удостоверение. Сейчас мы просмотрели, как изготовляется водительское удостоверение. Кандидат-водитель после сдачи документов, внесения всех необходимых данных в базу данных, в информационную базу данных, кандидат-водитель присаживается перед фотоаппаратом, делается его фотоснимок. Дальше фотография загружается в базу данных и оформляется бланк водительского удостоверения. Вот мы с вами пришли в то подразделение, которое занимается регистрацией автомо-трассных средств. При обращении владельца, если человек впервые приобрел автомобиль, он обращается к нам, заполняет заявление, представляет документы необходимые. Это документы на автомобиль, договор купли-продажи и паспорт личный. После того, как он оформит заявление, он пригоняет машину сюда, где уже сравнивает номер кузова, который у него указан документ, с данными, которые на автомобиле. А если произойдет несовпадение, то тогда что ждет человека? В этих случаях документы на автомобиль задерживаются и направляются в полицию по месту обнаружения, то есть для соответствующей проверки. Владимир, Роман, Мария, спасибо вам, что вы проявляете такой интерес к деятельности госавтоинспекции. Надеюсь, что этот интерес вы принесете через всю свою жизнь и потом пополните ряды госавтоинспекции. И всего вам самого наилучшего. Спасибо. Это вам, Роман, Владимир. Это вам наш скромный подарок. Поздравляю. Поздравляю, Маша. Спасибо вам огромное, что провели такое интересное мероприятие. День с ребятами получился очень энергичный. Школьники узнали, что безопасность на дорогах – это легко. Стоит только соблюдать правила. А теперь, юные телезрители, вопрос. Ну а если пешеходу тротуар не по пути? Если можно пешеходу мостовой перейти. Сразу ищет пешеход знак дорожный. Какой знак ищет пешеход? Если вы знаете ответ, присылайте его на номер 8-999-701-02-33. Указывайте свое имя, фамилию и возраст. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова